Субтитры создавал DimaTorzok В финале класса «Суперавто» стартовали шесть машин, но автомобиль руководителя областной федерации Александра Харченко вышел из строя, и он не смог участвовать в гонке. Все пять кругов лидировал Амич Игорь Усов, и другие четверо претендентов безуспешно пытались его догнать. В итоге Усов стал новым обладателем Кубка России. Вторым пришел новосибирец Роман Данченко, а третьим – его земляк Игорь Плотников. Не особо легко досталась победа, потому что машины достаточно мощные, пилоты достаточно профессиональные, и получилось, как получилось. После трех серий заездов в классе Д2К определились лидеры. Из первой линии стартовали алтайский гонщик Владимир Стребков, представитель Подмосковья Сергей Юдин и Андрей Иванов из Свердловской области. Весь заезд главные претенденты на Кубок держали зрителей в напряжении, но к пятому кругу вырвался вперед московский пилот Сергей Юдин. Второе место у Иванова, а вот третье занял Иван Туманов, представлявший в Свердловскую область. Машина Стребкова не прошла по техническим требованиям. Я первый раз на этой трассе. Вроде как раскусил, понял, как ехать. Старался без ошибок. 2 октября также состоялся четвертый этап чемпионата Омской области на Кубок Сибади. В итоге чемпионом в классе Д2Н стал Андрей Гирш. Второе и третье места заняли Александр Деберштейн и Александр Кузнецов соответственно. Старт, слава богу, сегодня не проспал. Оба старта удались. Это как бы основание для победы. То есть едешь первым, всегда легче, проще, видно все. Уже пилотируешь так, как хочется тебе, а не как тебя заставляет противник. Вот видимо в этом успех. Таким образом на Омской трассе закрылся сезон автокроссовых соревнований. Впереди мячей ждет немало интересного, в том числе зрелищные зимние соревнования на треке.